Возвращаемся в студию Хорошее настроение, друзья. И вообще-то с утра хочется призывать вас подвигаться поактивнее, для того, чтобы вы проснулись, размяли свои чересла, суставы, остеохондроз, но и просто-напросто приобрели хорошее настроение, потому что в движении, как известно, жизнь. Сегодня вечером в Минске состоится громкое событие в танцевальном мире – отборочный этап чемпионата мира по брейк-дансу среди стран СНГ и Балтии. К слову, чемпионат – это третий. Вообще белорусы отличались постоянно, что на первом чемпионате, что на втором. И сегодня у нас ярчайшие представители белорусского брейк-дансерского движения, не побоюсь этого слова, Саша Киеня и его подопечный участник еще одного танцевального коллектива под названием ПК-33, да? Виталий Нестерович, доброе утро, ребята. Саш, ну, вы не просто танцующий человек, вы организуете все это событие, я так понимаю, да? Вот расскажите нам, пожалуйста, какую руку, какую ногу вы предложили к этому чемпионату? Кто же вы такой на самом деле? Раскройте все карты. Признавайтесь. Открывать карты все не буду, но кое-какие карты открою. История чемпионата Battle of the Year, либо с английского на русский битва года, в нашей стране уже порядка 10 лет, ну, именно в моей голове. Но на самом деле третий год подряд именно проводится он. Что было раньше? 10 лет подряд чемпионат проходил в Москве. Он проходил там не на самом лучшем уровне. И долгие годы я писал организаторам в Москву о том, что мы хотим организовать свой локальный отборочный в Беларуси. Эти обсуждения велись не только с Москвой, но и с Германией, с главным офисом Battle of the Year. Долгие годы они нам не давали этого права. И в 2012 году путем сложных переговоров мы это право получили. И не просто получили проведение локального отборочного для Беларуси, но и вообще забрали полностью отборочный для стран СНГ и перетянули его к нам в Минск. Нормально. И уже третий год подряд наша страна принимает отборочный этап чемпионата мира для стран СНГ, а в этом году и для Прибалтики. Почему так? Потому что главный офис Battle of the Year в Германии, они приезжали сюда в 2012 году, в 2013 году, посмотрели, как мы организуем, посмотрели на уровень, масштабы, подход. И в этом году они уже к нам даже не приезжают, они нам доверяют полностью. И очень рады нашему знакомству. И белорусы, кстати, не последние всегда, да? Можно сказать, первые. Команда Хантерс, да, у нас, я так понимаю, что постоянно в лидерах находится. Да, так получилось, что я являюсь по совместительству еще и руководителем брейгданс-команды Хантерс, шестикратных чемпионов страны, двукратных чемпионов СНГ. Наша команда представляла целый регион СНГ на чемпионате мира, именно этом Battle of the Year в Германии, два года, в 2012-2013 годах. В 2012-2013 мы заняли седьмое место, в 2013-2013 мы заняли восьмое место. Так получилось, что из пяти судей, которые судили чемпионат мира, судья из Кореи нас почему-то недолюбливает. И он был два года подряд в судейской коллегии. Четыре судьи нам давали оценки, такие, по которым мы проходили в суперфинал. И пятый судья, представитель Кореи, нам ставил предпоследнее место. И благодаря ему, в кавычках, мы спускались на позицию семь и позицию восемь, соответственно. Наверное, на суде есть какую-то собаку съел. Но в любом случае, хочется поверить в то, что сейчас будет чемпионат. Хантерс будет выступать на пятом чемпионате? В этом году брейгданс-команда Хантерс не участвует. Мы решили дать возможность молодым командам и вообще другим командам проявить себя и показать, что они могут, и могут ли они дать лучший результат на чемпионате мира. Да и вообще, понаблюдать со стороны всегда хочется. Мы всегда в активе. В этом году, кстати говоря, нашей команде исполняется 12 лет. Это ни много ни мало, уже большой срок. Надо бы посмотреть, как это будет происходить со стороны. Ну вот ПК-33, я так понимаю, будет представлять. Тоже не будет представлять? Нет, ПК-33 – это яркие представители верхних стилей танцевальных, современных. Они будут в качестве гостей, они не участвуют непосредственно в качестве участников. Они просто почетные гости этого чемпионата, показывают свою шоу-программу. Хрупкая девушка и такое название совершенно неромантичное – ПК-33. Наверняка вы хотели что-то другое. Мне кажется, что все-таки в начале было УПК-33, да, потом сократили. У ПК уже канули в лет, мне кажется. У ПК – пожарный кран, 93 метра. Так и получилось, была такая очень сложная история. Мы сидели, все думали, как нам выбрать название, как все девочки, как красиво, как модно, чтобы как было просто, чтобы звучало. Понятно людям было. Как-то и вот сидели после тренировки все, смотрим по сторонам. Табличка действительно «Пожарный кран» – 33. Так я угадал. Да, название интересное, короткое, понятное. Ну, можно с разными смыслами, кому как нравится расшифровывать. Все единогласно приняли решение, что это то самое название. Остаемся, ПК-33. Ну, что изобретать велосипед у нас в зале, наша заброндированная табличка уже висит. Еще по стеклу можно. Да, ходишь каждый день, ПК-33 всегда видно. Какой-то талисман своеобразный, да, даже. Давайте вернемся к сегодняшнему фестивалю. Саша, что будет происходить? Что увидит зритель, который придет посмотреть на это? В первую очередь, этот чемпионат является красочным, ярким, масштабным шоу. Это не просто соревнование, это по-настоящему шоу большого масштаба. На сегодняшний день такого уровня в плане организации, такого уровня в плане участников, такого уровня в плане света, звука, съемки судейского коллектива, наверное, только в пяти странах мира проводится чемпионат. Мы этим гордимся, и только поэтому уже стоит прийти сегодня на это событие. Саша, ну вот, понятное дело, грандиозное мероприятие. А сколько стран участниц, и вообще кто эти участники? Значит, в этом году зарегистрировалось 15 команд. Из них 7 команд представляют Беларусь, 8 команд приезжают к нам из-за рубежа. Из приезжих это будут украинцы, россияне и латыши. Примечательно то, что судейский состав достаточно серьезный. Корейца не позвали? Корейца не позвали, но будут американцы, финны и россияне. Судейский состав представляет звездные личности. Представитель Америки, зовут его Веном, человек, который снимается в голливудских фильмах, человек, который имел опыт и поддерживает сотрудничество с всем известной Мадонной. Второй человек к нам приедет из Финляндии, он на сегодняшний день уже легенда. Он пишет книгу, создал диск по обучению, именно танцевальному обучению. И третий судья приедет к нам из России, зовут его оффлайн Будда, летающий Будда. Это русский кореец с украинским паспортом. Все-таки кореец будет. Все-таки без корейца не пошлось. Да, забыл об этом, что папа у него кореец, мама русская, но родился он в Украине. Просто атомная смесь. На самом деле человек такой разносторонний, он занимается еще боевыми искусствами и имеет большой успех. Этот человек является двукратным чемпионом мира по версии Battle of the Year. Ну что же, ребят, хочется спросить еще Виту, как вообще танцуется, почему хип-хоп? Я тоже хотела спросить, почему не бальные танцы или не спортивные романтики? Самбо, румбо, ча-ча-ча. Ну, это все было и бальные были, как у любой девочки, обязательно, с детства, там, 8 лет. Но сложно совмещать все. Тут ходишь, один занимаешься, сам по себе развиваешься. Это модно, это современно, сейчас все этим занимаются. Мы, конечно же, следим, и хоть и не танцуем хип-хоп, брейк-данс, мы следим и за Хантерс-командой, и за всеми новыми командами, соревнованиями. Ходим, поддерживаем наши команды. В последнее время особенно стали участвовать везде, просто долгое время не понимали, что развитие все-таки должно быть, а развитие может быть только тогда, когда ты активничаешь. А насколько вообще популярен хип-хоп, ну, брейк-данс, скажем так, в мире у девушек? Хип-хоп в целом – это культура, которая вмещает в себя много различных творческих направлений. И если разделять их, то это будет неправильно. То есть это единое целое. И, собственно говоря, девчонки танцуют верхний стиль брейк-данса. Верхний стиль, давайте поясним, что это такое. То есть на пол девушки не прыгают, грудью на него не кидаются. Я вам скажу, из 80-х было два вида – роботы и такой более гибкий брейк. Да, и, в общем, это был верхний. И нижний брейк считалось то, что ты вытираешь пол. Вот спустя 20 лет именно тот верхний стиль, который был в 80-х годах, роботы, это именно тот танец, который вы увидите сегодня после нашей беседы. То есть я почти попал? Да. Ну, раз вы уже заявили сегодня и прямо сейчас об этом танце, точнее, я так понимаю, это не совсем танец, это скорее такое соревнование, соперничество. Битва. Битва в студии хорошего настроения. Что-то, какой-то тайный смысл в этом есть. Я думаю, что пора расчищать поле боя, назовем это так. Ну, и, конечно же, хочется пожелать удачи. Не отдавайте этот самый бэтл никому большего. Как получили его, так и несите это с нами, пускай он остается у нас в Беларуси, этот чемпионат. Тем более, что у нас так все хорошо получается. Ребят, ну что, осталось дело за малым, осталось дело только станцевать. Ну что ж, вперед. Мы готовы. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!